привет девчата я рад вас видеть у себя в гостях меня зовут Виталий я желаю вам любви летнего хорошего настроения позитивного сегодня я продолжаю разговор о саморазвитии и отвечаю на шестой вопрос который прозвучал в первом видеоролике о саморазвитии о самооценке вопрос то есть какова роль самооценки вашем и вашей жизни как она влияет на вашу жизнь и какие факторы влияет на вашу самооценку вопрос о самооценке я уже подходил видеоролики записывал там эту тему и показал в чем проблема ступенчатости самооценки такой что якобы самооценка повышается понижается и люди попадают такую зависимость от самооценки мне бы хотелось еще раз вернуть вернуться вот к этому инструменту который я показывал видеоролики сама самооценки да вот вот к этому инструменту который инструменту в основном мужского мужского мира метр строительный метр которым указаны циферки вот мужчина живет по оценке внешнего внешнего по оценке видите у девчат у женщин нет такой категоричный категоричных цифру понимаете у вас собственная самооценка поэтому ваша линеечка выглядит по-другому она вот такая скажем чистая вот скажем такая чистая понимаете принцип в чем принцип самооценки в этот образ вы у себя оставьте в голове вашем сознании такой останется образ на этой линеечке вы сами сами берете и сами ставите штрихи сами вы можете взять эту линеечку и вот здесь поставить ну нолик скажем да а вот здесь еще один вот это у вас будет сантиметр ваш ваш личный сантиметр а вот здесь может быть 2 сантиметр понимаете то есть ваша самооценка зависит только от вас вы сами вправе вставить вот эти черточки как он какому как он надо по мне надо никого спрашивать какие-то критерии до внешнего влияния на вас на вашу самооценку нет никаких вот здесь можете поставить вот так можете вообще вот тут линию провести вот так какую-то кривую и это будет ваша самооценка если вы этот вопрос себе задали о самооценке и ищите на него ответ как повысить свою самооценку как сделать более адекватной как говорится сделать его более объективный более того я вас хочу в первую очередь разочаровать ваша самооценка не может быть как бы объективный потому что ваша самооценка только ваш и больше ничья до Sapphire то есть это ваше исключительное качество вы должны он принять как исключительное качество и это качество развивать в себе самооценки и самооценка это ваша исключительно женская сторона категория женской жизни, женского саморазвития. И я буду наставить о том, чтобы в вашем саморазвитии самооценка имела место. То есть часто девчата задают вопрос о самооценке, как ее повысить, как ощущать себя комфортно, в эмоциональном состоянии, постоянно находиться в таком позитивном. Что вам надо делать, да, делать? Когда мы идем по пути саморазвития, а вы по нему идете постоянно. Это путь саморазвития, это ваша жизнь. Девушек, женщин, это ваша жизнь. Путь саморазвития. Но в какой-то момент ваше саморазвитие останавливается. Вы останавливаете себя, достигнув какого-то качества внутренней самооценки. И тогда возникают определенные проблемы. И тогда вы спрашиваете, да, а почему? А как? И что делать с этой самооценкой? Как внутреннее мое состояние изменить? Как начать опять восхищаться жизнью, и чтобы жизнь мной восхищалась? И как-то быть более комфортной, востребованной? Как-то вот это состояние поднять себя. Понимаете? А вы же остановились там. Потому что вы остановились в саморазвитии. То есть ваше саморазвитие, я опять повторяю, стало консервативным. Вы законсервировали себя в чем-то. Обратите внимание, в чем законсервировали. Либо здесь, либо здесь законсервировали, либо здесь, либо здесь, либо здесь остановились, либо здесь остановились. Об этой схеме не будете говорить, когда будем говорить на саморазвитии. Где-то вы остановились и стоите там. И думаете, что все нормально, у меня все нормально, у меня все хорошо, у меня все сложилось. Я боюсь пошевелиться. Но в то же время внутренний у меня появляется дискомфорт, внутренний конфликт. И этот конфликт мне приходится как-то компенсирует чем-то. И в то же время вы понимаете, что проблема с самооценкой остается. В первую очередь мы говорим о самооценке, которая базируется на чем? На каком-то фундаменте, то есть на каких-то ценностях. Слова однокоренные, ценность, самооценка, то есть ценности внутреннего вашего мира. А ваши ценности базируются на вашей независимости, на вашей женственности, на вашей единственности, на вашей исключительности. В категории мы с вами определили главное вашего саморазвития женственность, неповторимость, ваша единственность и ваша независимость. Посмотрите видеоролики из предыдущих, чтобы вы были в теме, о чем речь идет. Так вот, ваша самооценка появляется в этом случае. Когда у вас повышается или понижается, вы спрашиваете самооценка, как она повышается, понижается. Если вот эту категорию, вот эту категорию вы развиваете, я единственная, я независимая, и вы ее развиваете. Понимаете? И она у вас оказывается вот здесь, вот здесь оказывается, смотри, вот здесь. Ваша самооценка выросла, ваша самооценка выросла. Выросла самооценка. Нормально? Нормально. Но внешне, с внешней стороны, вы на льва судьи смотрят и говорят, корону-то поправь, корону-то поправь, звезда, да, корону поправь, ты о себе что-то высоко взомнила, вам говорят. В чем проблема? В том, что вот эта категория женственности, неповторимости, вы про нее забыли. Забыли. И у вас завышенная самооценка получается. И когда внешне люди вам говорят, что у тебя завышенная самооценка, и они к тебе относятся соответствующим образом, обращаются к тебе, что-то тебе говорят, или принимают, или не принимают, там, твое мнение, или твои какие-то слова, да, и, соответственно, твоя самооценка снижается, находясь здесь, и ты попадаешь в состояние такого дискомфорта. Почему это происходит? Потому что женственность и неповторимость у тебя отсутствует, ты ее забросила. Или такая же ситуация, когда вы берете эту женственность и тоже вас выводите в ранг, там, в ранг такой высокий. Вот я вот здесь, я женственная, я неповторимая, понимаете, вы говорите. И, соответственно, у вас тоже самооценка ваша растет. И такую же реакцию получаете от внешнего мира, когда вы применяете эту самооценку, показываете и обществу каких-то своих поступков, действиях, или там, мнениях, да, общества, люди окружающие вас говорят, опять-таки что-то там высоко себя замнило. Дисбаланс получается. У вас соблазн возникает сделать упор на женственность, на неповторимость. Это вы делаете на него упор, на этот вопрос, и ваша самооценка растет. Но этот вопрос пропадает совершенно. Пропадает. Вы соединяете вашу женственность с вашей независимостью. У меня независимая женственность. Или вы соединяете свою женственность, соединяете с единственностью. Вы соединяете неповторимость с вашей независимостью. Вы соединяете неповторимость с вашей единственностью. Вот эти вещи вы должны соединить. Единое состояние. Гармоничное, ровное такое состояние. Понимаете, то есть вы не думаете о том, что у вас понизилась самооценка Нет, вы думаете, что это гармоничное состояние Потому что вы связали эти вопросы саморазвития с помощью самооценки Вот самооценка это связь между женственностью, независимостью Между неповторимостью и единственностью Вот это самооценка Вот тогда самооценка будет независима от внешнего мира, понимаете, от внешних людей От мужчин не будет зависима Наоборот, они будут от вас зависеть Они увидят ваше гармоничное состояние Роль самооценки, в саморазвитии, ее невозможно как бы недооценить и невозможно переоценить Она тот самый важнейший инструмент взаимосвязи, взаимоотношений между внутренним наполнением саморазвития и внешней ее формой То есть вы наполняете свое саморазвитие как независимое саморазвитие, единственное, неповторимое саморазвитие Но внешне вы оформляете его с помощью женственности, оформляете с помощью неповторимости женственности, оформляете свое саморазвитие И связующим звеном, внутренним связующим звеном является самооценка Итак, девчата, мы сегодня уделяем внимание вопросу о самооценке и о роли самооценки в саморазвитии И сказал я о том, что самооценка это категория женская У мужчины нет самооценки, у мужчины другие категории Внутренняя самооценка ваша абсолютно индивидуальная, исключительная, единственная и неповторимая Это такие внутренние ваши отношения и связи между вашим внутренним миром и внешним миром Вот гармоничная самооценка, она находится как бы в центре Она не может ни расти, ни падать, скажем так Если она у вас растет и падает, то в этом случае вы занимаетесь либо только женственностью, либо только независимостью И ваша, говорится, корона на бок свалилась, на один или на другой А это у вас же ровно стоять, вы же королева Не может быть у вас корона налево или направо повернута Вы королева, корона у вас высоко стоит У королевы самооценка в центре находится Она никуда не растет, не падает Ладно, девчата, парня вашим, респект и уважуха Вам любви, любви и хорошего летнего настроения Чтобы у вас с летом все сложилось Чтобы лето прошло классно Ставьте мне лайки, пишите комментарии Я всегда буду рад вам ответить на вопросы Пока, с вами был я, Виталий Будьте здоровы и счастливы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok